Времени до начала Олимпийских игр в Сочи остается все меньше и меньше. Специальные часы в Санкт-Петербурге с безукоризненной точностью ведут от счет этого знаменательного для нашей страны события. Чем ближе соревнования мирового уровня, тем больше внимания уделяется подготовке. В Санкт-Петербургском университете сервиса экономики состоялся первый этап подготовки волонтеров. На занятия были приглашены лишь те, кто прошел предварительный отбор. В оргкомитет поступило 200 тысяч заявок от желающих писать свое имя в Олимпийскую историю. Конкурс составил 8 человек на место. В числе счастливчиков оказались 25 тысяч волонтеров, в том числе и экспонент РТВ Иванова. Добровольцы будут помогать в организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Участие в Олимпиаде – это такой шанс, который можно выпасть только раз в жизни. Самое главное, что ты должен не упустить все, ты должен обязательно быть часть мирового сообщества, должен работать над собой. Впервые в истории игр подготовка волонтеров проходит в 26 центрах во всей стране. Первые занятия были знакомительными. За три дня волонтерам предстояло усвоить много информации в Олимпийских объектах, зимних видах спорта, истории игр. Чтобы материал легче усваивался, тем лидеры преподносили его в игровой форме. Преимущественно волонтеры выбирали такие направления деятельности, как обслуживание мероприятий на Олимпийских играх, проведение церемоний. Я провела себя только ради того, чтобы добраться опыта, опыта общения с людьми, опыта организации мероприятий, посмотреть, как это выглядит изнутри, а не по телевизору. Действительно, что происходит, какие проблемы решаются, что нужно для того, чтобы организовать такое большое событие. Проведение тренингов для Олимпийских волонтеров в Санкт-Петербурге совпало с эстафетой огня универсиады. Главный символ всемирных студенческих игр по центральным улицам, площадям северной столицы, пронесли 32 покелоносца. Некоторые волонтеры зимних Олимпийских игр свои силы попробуют и в Казани. Для добровольцев универсиады это мероприятие станет своеобразной репетицией перед самым знаковым для истории России спортивным событием. Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Санкт-Петербург.